Физкультура и спорта В глобальный процесс активного образа жизни вовлечено только 10% населения. Основными причинами, по мнению начальника отдела физкультуры и спорта Геннадия Воробьева, являются низкий уровень материально-технического состояния существующих спортивных сооружений, отсутствие спортивных сооружений в сельских поселениях, невозможность развития новых видов спорта, недостаточное бюджетное финансирование. Большинство предложений, озвученных Геннадием Васильевичем, участники круглого стола поддержали. За бортом осталась идея о переводе существующих спортивных учреждений в автономные. Переходя в автономные учреждения, мы просто-напросто с вами не сможем повысить качество данных услуг. Я имею в виду, это количественный показатель и качество, это потенциал кадровый. Почему? Дело в том, что менталитет нашего потребителя такой, что он не готов сейчас платить деньги. Не только в нашем городе. Имеется в виду, почему наш город, он малый город, недостаточная зарплата и так далее. Это проблема во всей России. Продолжая дискуссии, участники совещания обсуждали необходимость формирования позитивного общественного мнения, пропаганды физической культуры и спорта, формирования интереса у молодежи к здоровому образу жизни. Особый акцент был сделан на необходимости стимулирования самой активной на сегодняшний день категории населения. Мы детей вводим на соревнования, мы проводим соревнования, мы подводим итоги соревнований. И вы представляете, когда стоит команда, выигравшая городские соревнования, и им в лучшем случае Наталья Николаевна вручает грамоту. Мы забыли, когда детей каким-то образом медаль вручить. Затронутую тему продолжил начальник управления образования. Вспоминая свое спортивное детство, он с гордостью перечислял полученные в школьные годы награды. Без мотивации, резюмировал Александр Гудков, о развитии спорта в районе говорить крайне сложно. Всем интересно было получить конкурс за то, чтобы хорошо ориентироваться. Всем было интересно получить, извините, даже блокноты, а второе, что я вспоминаю, у меня тоже было хорошее спортивное детство, откровенно говоря. Или значок за баскетбол, который мне когда-то дали, в смысле, в разрядный, я вообще был счастлив, так сказать, грамоту и прочие самые вещи. И вот если эти позиции в новой программе, которую я предполагаю, будут приниматься, не будут учтены, то говорить о стимулировании поддержания детей в этом отношении, мне кажется, крайне сложно. В ходе работы «Круглого стола» были озвучены и другие немаловажные вопросы. Здесь говорили о проблемах с транспортом, недостаточном финансировании, загруженности городских спортивных сооружений. По итогам заседания было принято решение рекомендовать Думе района и главам поселений предусмотреть финансирование согласно программам и планам по развитию физкультуры и спорта на 2011 год, утвердить единый календарный план проведения спортивных соревнований на территории Угличского муниципального района и привлечь молодой актив к проведению спортивных соревнований по месту жительства. По общему мнению участников, такие совещания в наше нелегкое время необходимы для спортсменов и физкультурников, как воздух. «По сельским поселениям вопросов, конечно, очень много стоит. Это доступность и посещение тренеров, которые есть в Угличе, в городе, но нет на селе, к сожалению. К сожалению, мы константируем факт, что у нас и специалистов, и физкультурников не во всех школах они есть. И спорторганизаторы, которые сегодня имеются на селе, они, к сожалению, не могут охватить всю ту работу и дать возможность заниматься стольким детей, сколько хотят. На сегодня мы самостоятельно сами в поселениях как-то оборудуем спортивные площадки. Например, в Слободском поселении один спортивный зал нормальный, типовой, один, там 125 населенных пунктов. Это очень мало. На сегодня Зеленая Роща очень страдает, большой очень поселок, пригородный. Мы хотим, конечно, чтобы там был какой-то досуговый центр, где могли бы заниматься и спортом ребята. Вот это наши основные проблемы. И, конечно, серьезное финансирование. Но финансирование редко бывает хорошим. Самое главное, конечно, все равно наше желание и кадровый момент, безусловно. Вы сегодня выступили очень эмоционально, нашли поддержку у большинства членов круглого стола этого совещания. Скажите, какие-то позитивные моменты для вас лично на этом круглом столе, они присутствуют? Да, безусловно, позитивные моменты есть. Раз проблемы поднимают, значит, все равно будут решать. Пусть не все пункты будут решены, которые были записаны в протокол, но часть из них, а может быть больше, будет решена. И это очень важный момент. То есть понимание того, что мы живем и сегодня в нашем районе это нужно, это есть, безусловно. Поэтому хочу поддержать всех, кто выступал, особенно тренеров. Их боль, их желание решить проблемы, она понятна абсолютно. Потому что они настолько молодцы. Они на голом энтузиазме бывают, иногда проводят соревнования, они занимаются. На самом деле это и есть. Но и мы с родителями тоже не должны быть в стороне. Потому что сегодня, например, та же физкультурная форма, те же лыжи, они стоят дорого. Хотим мы, не хотим, мы должны приобретать детям. Есть семьи, даже с небольшим достатком, они ставят во главу угла, например, определенные моменты приобретения формы для своих детей. А где-то, где и более-менее есть нормальные средства в семье, этого нет. Поэтому здесь тоже и приоритеты должны расставлять родители. Это тоже важный момент. На ваш взгляд, как часто вот такие круглые столы должны проходить в нашем муниципальном районе? Просто раз в квартал обязательно. Хотелось бы несколько слов в форме итога этого круглого стола. Во-первых, надо отметить, что впервые такое мероприятие было проведено в Углевском муниципальном районе. И действительно проблемы назрели, и действительно эти проблемы были озвучены участниками круглого стола. Ну, мне, во-первых, очень приятно заметить то, что все, кто выступал, они доносили истинную информацию о состоянии дел. Они вскрывали проблемы и пытались показать, что нужно сделать для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Я имею в виду увеличить количество занимающихся, в том числе и среди детей, и среди взрослого населения. Ну и что для этого нужно сделать? Какие-то для себя лично положительные результаты или отрицательные вы вынесли? Да, я вынес для себя, что общественный совет предназначен не только решать плановые вопросы, но и еще аккумулировать те вопросы, те проблемы, которые возникают у населения, как потребителей услуг в сфере физико-культуры и спорта. Субтитры создавал DimaTorzok